Всем-всем большой привет! Продолжаю я свою серию очередную с запасами. Девочки некоторые в личку попросили, чтобы я показала все, что у меня есть в запасах для лица. Это лосьоны, мицеллярки, маски, ну может быть кремы какие-то. Хочу сразу оговориться, у меня очень много всего открытого, просто нереально много. Но я это показывать не буду, то что открыто. Давайте я покажу только то, что у меня стоит в запасах. Тоже конечно перебор, причем очень большой перебор. Давайте буду показывать сейчас средства для очищения. Это умывалки, мицеллярки и тоники. Первый от Невея, только недавно мне приехала в подарок. Мицеллярная смягчающая водичка от Невея. Дальше, немножко запыхалась, кота выпускала на улицу, ходила по подъезду. Вот такая классная парочка, это тоник и молочко для демакияжа от доктора Санте. Пока стоят, ждут своего часа. Надежды питаю огромные на них. От Диадеминт, очищающая мицеллярная вода, мне кажется, это одно и то же, только разная упаковка. Может быть обновленная. Она идет для всех типов кожи. Глицерин и пантенол. Ну, вроде бы написано все одинаково. Обе с розовой полоской. Эти две от Диадеминт, мне приходили, кажется, в коробочках. Дальше. Дальше у меня есть от Ифраше. Это подарок успокаивающий. Мицеллярная вода, два в одном. Только-только недавно ко мне приехала, пока тоже стоит и ждет. И вот такой очень красивый от Натуры Камчатки тоник, освежающий для лица. Дальше. Есть. От Эйвен Кеа три в одном. Это уже средство для умывания, кремовое такое. Тоже приходило в подарок. Тоже один подарок, второй приходил в пакете сюрпризе. Это кремовые умывалки, ну, смывки. Только не водой, а на ватный диск макияж стирать с глаз. Такое молочко. Оно даже, как-то называется, средство для снятия макияжа с глаз. Кстати, неплохо смывает, очищает. Мне нравится. От Виленты. Вот такой тоник для лица очищающий. Такой, как 3D. Ощущение, что вот это вот выпуклая такая наклеечка как будто. На самом деле, это все ровненько. Вот такой тоник. Тоников у меня разумное количество. Но мицеллярок многовато. Дальше. Еще одна есть мицеллярка от чистой линии. Это подарок 3 в 1. Очень хорошее, кстати, у чистой линии средство. От Эйвен. Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Я его начинала и отставила. Его нужно взбалтывать. Оно щиплет глаза. Поэтому оно у меня в дальний угол ушло. Тоник только купила сама лично. Это очищающий. Он спиртовой. Когда у меня бывают проблемы, какие-то высыпания. Ну, редко-редко, но бывает такое. И тогда мне такое средство нужно точечно на конкретные места. Из этой же серии у меня оказалась розовая вода. Тонизирует и освежает. Я думала, что эта вода просто увлажняющая. Может быть, как тоник. Но оказалось, что в ней есть спирт в составе. И я буду ее использовать точно так же, как этот тоник. Ну и также у меня от пропеллера есть лосьон от прыщей. Он вообще более щадящий, в отличие от тех средств. Она не сушит кожу и более приятный в использовании. Дальше. Еще чуть-чуть. Есть от Эко-лаборатории мицеллярный раствор. Вот такая малышка мне в коробочке красоты приезжала. И также из коробочки красоты имбирная вода с ионами серебра. У меня уже такая была. Она очень классная. Мне понравилась. Термальная водичка от Виши у меня одна осталась. Я ее хочу на следующее лето сберечь. В этом году я пользовалась от Авен. Очень понравилась в жару. А вот Виши оставлю на следующий год на лето. И еще у меня есть вот такие три коробочки. Это тоже были подарки, но я до них не добралась. От Ля Рожь Позе. Тут один набор для сухой и чувствительной кожи. Вот так вот. Я не буду сейчас впадать в подробности, что тут за средства. Ну, тут есть, в общем. Вот так могу показать. Мне прислали в подарок. Также вторая для жирной и комбинированной. Ну, на самом деле, вот это, видите, для чувствительной. Это получается для жирной. Разные составы. Я вам показала в той состав. Я сейчас покажу в этот состав. Видите, состав разный. Тут уже больше таких кремовых сашеток. И вот один, наверное, что-то типа тоника. Ну, еще не добиралась. Хотела летом потестировать. Но сейчас так много открытого, что не стало. И от этой вот Биодерм, да, давайте вот так поближе покажу. Тут два средства. Тоже руки не дошли. Оно у меня стоит уже на столе. Надо потестировать, залезть. Сейчас вам покажу. Вот, видите, тут две вот такие вот коробочки. И внутри два средства. Надо вот добраться. Потому что средства отличные, как я понимаю. И не хотелось бы, чтобы тропки годности прошли. А я все жду своего часа. Ну, реально, очень много мне подарков прислано. И пользоваться я всем просто не успеваю. К сожалению. Поэтому, девчонки, я уже говорила в каких-то роликах. с запасами, что сейчас никому не даю адреса. Не обижайтесь. Реально, мне просто жалко продукты, которые могут портиться. Да и портятся, если уж так вот руку-то на сердце положить. Мне жалко. Мне хочется, чтобы их стало меньше. И я могла радость получать от того, что я использовать успеваю, нежели что не успеваю. Один у меня в запасе есть гель для рук. Они у меня тратятся очень медленно. В основном в сумочке лежит такой гель. И когда мы заходим в какие-то кафешки или еще куда-то, я ими пользуюсь. Этот детский. Видите, он такой с вкраплениями. И сейчас от Арифлейм у меня в сумочке. Такой нескончаемый. Осталась мини-версия. У меня это SPF 50. Отличный крем против солнца. Так, теперь с этим мы закончили. Давайте я вам покажу умывалки. Какие у меня есть. Есть увлажняющий крем для умывания от Гималайя Херблс. Умывалки у меня тоже слишком много. Гидровежетель от Ифраше. Очищающий гель свежего увлажнения. Тоже все подарки. От Энью. Гель для умывания от Эйвен. Для жирной комбинированной кожи. Далее. Очищающие тонизирующие средства для лица 2 в 1. Сома-курец и чайное дерево. Так. Все. Это только в запасах 4 гелевых текстуры. Но у меня еще открытых 3, кажется, стоит. А они нескончаемые. Пенка для умывания, увлажнения. Вот такой от 100 рецептов красоты. Дальше. Царевна улыбашка. Освежающий сухой скраб для лица. Я его открывала. Даже уже пользовалась. Сейчас вам покажу, какая это красота. Смотрите. Вообще классно. Тут и травки, муравки. И скрабинки такие очень деликатные. Супер. Но его хватит на пол жизни. Дальше есть шоколадный маффин. Питательный гель для умывания. Вот такой. Тоже тут 100 миллилитров. Это очень надолго. Есть еще так. Что это у нас от Арифлейм? Сейчас скажу. Средство для умывания. Еще даже не смотрела, что это конкретно. В запас пошло. Скрабики. От чистой линии я вынула уже из упаковочек. Коробочки много места занимают. У меня два мягких и один скраб очищающий. Вот такой с абрикосовыми косточками. Ну, скрабы у меня потихонечку уходят. Тоже не так уж и быстро. Потому что скрабами я пользуюсь только когда наношу маски на лицо. То есть примерно два раза в неделю. Просто так я не скрабирую лицо. Только конкретно, когда необходимо. Так. Есть гель-скраб вот такой для лица. Ягодный щербет. От особой серии. Тоже еще пока в запасах. Две маски в запасах. И у меня точно такие же есть в использовании. Одна от Эйфраше увлажняющей. Райское увлажнение от Планеты СПА. Они у меня отдельно стоят, чтобы их не перепутать. А пользуюсь открытыми. А вот еще одно средство. Это скатка. Это скатка. Сейчас солнце уже уходит. Начинается осень. И я буду пользоваться ей осенью. То есть летом я такие вещи побоялась. Использовать. Но я уже открыла. Тут было прям все зафольгировано. Но обещают кожу как у младенца. Тоже это подарок. Буду использовать. Средства для интимной гигиены у меня самое разумное количество. Одно открытое и одно атлактоцит. Надо ставить в запасах. Все. Для интимной гигиены у меня. Все. Потому что это я сама покупала. Дальше. Ну раз мы коснулись масок. Ну нет. Давайте я вот эту покажу еще. У меня несколько косметичек есть. Вот смотрите какая симпатичная косметичка. Сейчас мы с вами ее будем разорять. Смотреть. Во-первых у меня осталось 3 упаковки сывороток. Вот таких от Шири. В подарок мне присылали девчонки. Я ими время от времени пользуюсь. Одна с пептидами. Контурная подтяжка сыворотка. И контроль над возрастом. Такие вот. Сейчас я пользуюсь от Skinlight сыворотками. Но надо чтобы между ними проходил месяц примерно. То есть вот я заканчиваю. Месяц пройдет и буду пользоваться следующей. Так. Дальше. У меня есть вот такая в виде пробника от Mary Kay линейка. TimeWise вроде так. И тут в общем вот антивозрастная такая линейка. И стоят в ряд пробники. Никак не доберусь. Вот они все. И так как нет на русском, то есть еще инструкция. Пока у меня вот лежит, ждет. Также у меня есть в виде пробников. Но хватит надолго. Сейчас я вам разверну. Покажу от Navas. Вроде так от Ariflame. Посмотрите, мне тоже Танюшка присылала. Вон их сколько. И надо просто воспользоваться уже прям так разом. Когда начать. Хватит надолго. Я наверное месяц буду пользоваться. И получается полноценный уход у меня будет. Также у меня в запасах вот есть полоски для носа. Я ими пользуюсь раз в 2-3 месяца. Мне чаще не надо. И насколько я знаю, может быть, если слишком часто злоупотреблять этим очищающим полоской, могут быть проблемки. Салфетки есть вот такие для снятия макияжа. Это японские. Вы знаете, честно жалко. Я думала, я их возьму с собой в дорогу. Но я и там их пожалела. Ведь высохнут. Поэтому надо будет их все равно открыть и воспользоваться. Но может быть, зимой поеду в гости, возьму их с собой, чтобы макияж смывать. Сама покупала, думала на лето, но так и не получилось воспользоваться чистой линией свежий фитокрем для лица. Нужно его прямо непосредственно перед применением соединить вот эту активную сыворотку с кремом, который вот в такой вот баночке стоит внутри. Но у меня так руки и не дошли. В запасах от Гарниер, защита от морщин, вот такой крем присланный мне в подарок. Был тоже моими девочками дорогими. Есть сыворотка от Новосфит. Новосфит, правильно, да? Вот такая. Тоже подарок. Только-только недавно ко мне приехал. Вот так она выглядит. Я не буду ее доставать. Руки дойдут. Буду пользоваться. Светиш Спад, Арифлеем. Тоже сыворотка. Тоже сыворотка. Вот стоит и открытых там 2 или 3 сыворотки у меня. Также крем, который еще не открывал интенсивный уход от Гарниер. Восстанавливающий крем соком, клёна. Представляете, интенсивно питает и увлажняет для очень сухой кожи. Ну, может быть, в зиму успею. До середины 2018 года. То есть время пока есть. Персиковый крем для лица. Но я его, наверное, буду использовать на область шеи и декольте. У меня сейчас открытый есть. А потом он закончится и буду его использовать. Вот у меня разумное количество вокруг глаз для области от Мэри Кэй один. И, правда, открытых на полгода хватит. Пользуюсь. И в запасах еще, правда, не сюда попало. Нет, это я покажу, когда буду бальзамы показывать. Так, обратно интригу сохраним. Ну, давайте теперь, что я вам покажу теперь? Маски. Давайте маски покажу. Маски покажу. Вот эта вот упаковка у меня вся открытая. Поскрипим костями. Ай, так, не знаю, с чего начать. Тут все открытые, которыми я пользуюсь. От Мэри Кэй есть маска. Так быстро покажу. Эту еще не начинала. Недавно приехала восстанавливающая маска для лица. Каритэ Орхидея. От Планеты СПА Русская баня. Это глубокое очищение. Сияние маска для лица от Нейтерлс. Особо ничего не делает, но очень приятно пахнет. Шоколадница. Маска косметическая. Крымская роза. Для нормальной и жирной кожи. Что она делает? Мне кажется, она такое приятное что-то делает. Тонизирует, освежает, противовоспалительное действие дает. Так, так, отшелушивает. Но тут много чего она обещает. Я вот так могу поближе показать. Если честно, уже я ее не делала, наверное, месяца 3-4. Проси меня, что она делает, я уже не помню. Пахнет вкусно, это я помню. Так, от Планеты СПА укрепляющая маска есть. Очень много от Эйвен. Очищающая маска для лица. Такая. Ай-ай-ай-ай. Вот гидровежетель, которая у меня есть в запасах. И вот точно такая же есть маска. Она увлажняющая. Ее очень хорошо, кстати, увлажняет. Еще одна увлажняющая от Планеты СПА. Так, я не знаю, куда она здесь тыкать, чтобы... Вот эта вот классная маска. У кого нет аллергии на нее, она разогревающая. Прямо мочите руки и минуту растираете по лицу ее. И снова мочите руки, и она становится горячее. То есть, можно ее контролировать по влажности рук. То есть, чем чаще мочите, тем снова горячий эффект. Очищающая маска вот такая есть от Планеты СПА. Так, это у нас тонизирующая, что ли. Давайте я вот так поближе покажу. Не помню. Ну, я думаю, видно. Вот такая маска. Я каждый раз ее сначала прочитываю с лупой, а потом... Так, это я нам показала очищение. Так, вот эта, да. Маска для лица увлажняющая. Эта еще не пользовалась. Просто воткнула. Вот эта маска от Мэйтан. Мне нравится тем, что ее не надо смывать. На ночь нанесла, и спокойненько ложишься спать. Эта маска, Оксана мне подписала, маска для очищения пор черной. Тоже еще не воспользовалась. Только воткнула. Вроде бы не пропустила ничего. Все показала. Но если что-то пропустила, не страшно. Маски я наношу. Вот у меня одна от Эйвон Кисть Планета СПА. А вторая от Фикс Прайс. Но на самом деле разницы особой нет. Только длина ворса. Пользуюсь обеими. Какая под руку попадется, то и пользуюсь. Так, куда мы с вами их поставим? Давайте сюда. Маски, которые у меня вот так в упаковочке. Кстати, маски я люблю вот этими спонжами смывать. Они продаются в Фикс Прайс. Вот так. Этот можно уже выкинуть. И там такие новенькие. Большие три штуки в упаковке. А этот вот, который я мою и смываю. Давайте его сюда пока. Недавно приехала вот такая шоколадка. Доктор Шоколад. Белый шоколад для лица подтягивающий. Тут сошетки такие приятные. Оксана мне прислала. Ну, пока не начала, начну пользоваться. Крем-маска для бюсты и декольте. Маска пилинг омолаживающая. Несколько от этно-ботаники маски 50+. Брала их себе моя мама. Но не стала пользоваться. Так что-то они лежат. Распаривающая маска овсянка. Очищающая маска с грязями. Такие по две сошетки. Эту надо переводить. Не помню, что за маска. Но вижу, что с чаем. Вот таких маски у меня было две. Одна оранжевая, вторая. Вот такая розовая. Оранжевая я воспользовалась. Прямо на днях понравилась. Это антистресс и обновление. Также есть вот такая маска Долива. Тоже двойная. Так, есть маски от Виши. Вот такие. Это все кремовые я вам показываю. Вся упаковка кремовая. Тоже от Виши. Такие. И глины есть. Вот такая зеленая она открыта. У меня я и уже пользовалась. Розовая глина. И есть вот такая маска для лица. Желтковая. Тоже еще не пользовалась. От доктора есть вот такие увлажняющие маски. Но я ими что-то так пренебрегаю. Они очень липкие. А, вот еще одна малышка есть. Это мои любимые пленочные маски. Ты ее снимаешь как пленочку. Так, я сейчас попробую все это аккуратно. Без спецэффектов положить обратно. Получилось даже. Так, эти маски сюда. И давайте. Я вам маски почему подробно показываю. У меня просто запрос был показать именно маски. Очень хотелось, девочки. Так, давайте теперь тканевые. От Шири у меня две. Было три. Одну, видимо, я истратила уже. Лифтинг эффект и ультраувлажнение. Они чем хороши, что здесь маска, а вот здесь вот есть сыворотки. Видите, и сывороток хватает еще на какое-то время. От Шири есть органовая. Вот такая марокканская органомаска. Дальше от Дизао у меня несколько плацентарно-коллагеновые маски для лица и шеи. Они классные. Они, в общем, и шею тоже захватывают. Мне нравятся маски. И у них вот здесь вот есть, как они называются, керамиды. Да, керамиды. Они достаточно липкие. Их нужно прямо вот миллиграммусеньку. От Дермал есть две маски. Одна с алоэ вера, а вторая, в общем, вот, коллагеновые, да, получаются. А, они обе коллагеновые. Не буду уточнять сейчас, что именно. От Скинлайт осталось две. Увлажняющие с травками и лифтинг. Очень много масок у меня от Скинлайт. Они тоже двойные, но во втором пакетике крем. Вот, ну, по крайней мере, в некоторых. Лифтинг маска. Другая. Интенсивный лифтинг. Интенсивное омоложение. Маска уход-увлажнение. Маска уход регенерирующая. И активатор красоты. И в каждой маске во втором отделении крем. Кстати, крем неплохой. Дальше маски у меня есть такие красотули. Ну, как бы, знаете, нестандартные немножко. Вот эта маска 3D. Оранж. Я ее тут хотела сделать, а потом прочитала, что она мне не очень подходит сейчас. Ее надо было в жаркую погоду использовать. Потому что она для жирной кожи, для сужения пор. У меня кожа больше сухая. Поэтому ее надо было в жару использовать. Так, зеленый чай. Вот эта вот классненькая маска. У нее, кстати, очень удобная форма с подбородочком. То есть, вот такая вы красавица становитесь в ней. Эта маска тоже со вторым. Что-то там входит. Крем, наверное. Да, крем. На втором отделении крем. Пептидно-коллагеновая маска для лица. Питает, повышает упругость, тонус кожи. Очень красивая, кстати. Есть вот такая от Виленты пандочка. Выравнивать должна тон лица. Вот так. Сейчас будем мы их уже ронять. И пикаем обратно. Вот эта маска домашняя спа. Это мне, по-моему, из Америки приехала. Но тут все понятно. Надо будет просто прочитать, что она делает. Всего 10 минут. И будете красивей, судя по всему. И две маски с коллагеном и экстрактом ромашки от шелковой ленты. Вот такие вот масочки. Так. Для глаз или вокруг глаз от Дизао. Две экспресс натур маска для лица с орхидеи. Лифтинг обещает мне три. Активный лифтинг. Вот такая маска уже от Дизао. Которая идет со вторым отделением с керамидами. Первая без керамидов. И одна у меня осталась вот такая с патчами. Масочка. И последняя маска, которая у меня для кожи вокруг глаз. Вот такая. Она идет кремовая. Тут туба. И ее хватит на очень долго. Тут кремовая основа. Ее погуще мажешь. И потом, по-моему, излишки нужно убрать. И все. Ну, пользовалась я ей. Уже не один раз пользовалась. Хорошие маски. Так. И, наверное, в этом ролике покажу еще одну косметичку. Очень она симпатичная. От Эйвон. Вот так вот выглядит. Просто я не знаю, куда это воткнуть. Это спреи разные. Дезодоранты. Давайте я сюда их уже. От Эйвон. Вот такой нежный инжир. Спрей. Ежевика и ваниль. Вот такой спрей. Очень вкусно они пахнут. Мне нравятся. Ваниль и сандаловое дерево. Такой. Очень люблю сладкую сливу и ваниль. У меня все ваниль-ваниль. И очень вкусно тоже. Это роза и персик. Такой спрей. От Фаберлик у меня есть милый жасмин. Этот уже без спирта. Это в отличие от Эйвоновских. Дальше. Если дезодоранты. То от Playboy есть дезодорант. Вот такой женский. От такой. Не помню, где я его брала. В фикс прайсе что ли. В общем, кто-то мне написал из девочек, что он ничего хорошего. Поэтому он мне так в запасах и остался. Там и замер. Так. И дезодоранты у меня есть. Антиперспиранты. Это не буду читать. Вот такой. Он. В общем, тереть надо. Сухой. Он у меня один. От Reflame. Вот такой есть. У меня такие уже были. Они неплохо работают на мне. От Avon. 48 часов защиты. Шариковый. И недавно ко мне приехал в коробочке красоты. Вот такой вот. Оригинальный. Но еще не пользовалась. Не знаю, как он себя ведет. Открытых тоже огромное количество. Есть и спреи открытые, и шариковые открытые, и кремовые открытые. И даже есть кристаллы, которые нужно мочить. И несколько средств тоже для ног попались здесь. Давайте я вам их покажу. В запасах вот такой дезодорант для ног. Есть для ног лосьон-спрей. Тоже сюда. И два вот таких лосьона-спрея для ног, охлаждающих. Цитрус и мята. И мята. Но аромат мне не очень понравился. Прям задыхаемся, когда их наносим. Все. Наверное, это кино я тоже заканчиваю. Это вне очереди получилось. Я вообще не хотела показывать запасы для лица. Но девочки, прям несколько девочек мне написали в личку, попросили. И пришлось все это тоже доставать. Почему для лица не очень удобно показывать? Потому что все это лежит в разных углах, в разных местах. И не очень удобно это все доставать. И сейчас обратно все засовывать. Ну, надеюсь, я выполнила и этот запрос. Комментарии я снова пока отключу. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, я была интересна, полезна. И всем пока.